Два участника, это все неважно, что два участника, играют на одной доске. То есть это не шахты, где у одного одни ходы, другого, другого, другие ходы. А правила будут такие. Есть одна и та же доска, и мы по ней передвигаем какую-то фишку. Или делаем какие-то другие преобразования. Но любой из игроков может подойти, и это если его ход, то преобразовать. Еще мы будем считать, что игра обязательно закончится. Ну, например, они каждый раз только отрезают, так что картинка у нас уменьшается. Или какая-то фишка движется, я не знаю, более-менее слева направо. Или что-нибудь такое. В любом случае мы считаем, что так устроены позиции. Вот представьте себе, это можно нарисовать графом. У нас есть какие-то позиции, из которых уже вообще нет никаких ходов. Так, я сейчас нарисую, ребята, случайный граф. Надеюсь, что вы меня не, что называется, будете ругать за то, что он, может быть, получится какой-нибудь не очень красивый. Так. Что-нибудь такое еще делать? Еще давайте сюда. Так. Сюда. 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 И вот тот, кто первым поставил фишку в это место, тот считается победителем. Вот это у нас называется фиш. Теперь, где начинаем? Ну, давайте, например, старт будет здесь. Мы со старта можем пойти сюда или сюда. И так, что у нас есть? Есть начинающий игрок, который с этого поля может сделать один из двух ходов. Отлично. Есть следующий игрок, который, мы скажем, фишка сюда пришла. Может взять посреди сюда. После этого наши игроки, если пойдет сюда, то сразу, например, пусть пойдет сюда. Тогда нужно пойти или сюда, или сюда. Если сюда пойдешь, противник выиграет. Значит, например, пойдем сюда. Ну и тогда. Ребята, разумеется, я нарисовал картинку совершенно случайно. Давайте ее пронесим. Давайте поймем, кто при правильной игре. Правильная – это же самое лучшее. То есть, мы называем игру, если бы я не формально скажу, потом будет точное определение. Мы называем игру выигрышной для одного из игроков, если бы именно он поставил свою фишку на финиш. Соответственно, все поля, с которых можно сделать на финиш, у нас будут называться какими? Вот если я здесь не нахожусь. Выигрышными, конечно. Эти два поля дожди. Эти три поля выигрышные. Замечательно. Если эти поля выигрышные, то, смотрите, то некоторые поля проигрышные. Даже знаете, я точно скажу точное. Проигрышные какие поля? Те, с которых можно на эти победить. Те, с которых можно пойти, только на выигрыш. Если любой наш ход приводит к тому, что противник может нас победить, ну, значит, например, П я пишу сюда, потому что единственный ход ведет именно сюда. Теперь П вот отсюда ведет, потому что единственный ход ведет. Нет, там есть еще один. Нет, нет, спасибо. Кроигрышный чуть выше. О, да, да. Спасибо большое. Так, еще есть проигрышные? Да, да, да. Чуть выше. Вот этот? Нет. Вот этот проигрышный? Нет. Потому что там 200. Следующий, последующий. Да, этот. С этого только на выигрыш. Спасибо. Так, еще есть? Ну, вот выигрышный, который пытались написать проигрышный. Так, давайте. С этого поля можно пойти на выигрыш. Это неинтересно, потому что не хотим, чтобы противник привел. А можно пойти на проигрыш. Поэтому я сюда пишу В. Хорошо. Так, отсюда теперь ведут оба хода на выигрыш. Значит, я сюда пишу букву В. Хорошо. Отсюда ведет на проигрыш. Это значит, на самом деле, мы выигрываем. Так, смотрите. Отсюда можно пойти на проигрыш. Это значит, что мы выигрываем. Мы идем сюда, противник проигрываем. Хорошо. Осталось чуть-чуть, ребята. Вот из этого поля можно пойти на выигрыш сюда и сюда. Еще проигрыш. Можно пойти на проигрыш. Значит, это поле какое? Выигрыш. Потому что можно пойти на проигрыш. Хорошо. И теперь из старта оба хода ведут на выигрыш. Это что значит? Это проигрыш. Это проигрыш. Теперь обратите, пожалуйста, внимание, фактически какие стрелки в этой игре важны. Дело в том, что, в принципе, у нас из них позиции здесь по несколько ходов. Но, если вы хотите рассказать своему товарищу рецепт победы, скажите, пожалуйста, тогда нужно рассказывать ему вот про этот ход. Совершенно. Потому что, ну да, есть такой ход, который из твоей выигрышной ситуации отдает выигрыш на тему. Это совершенно неинтересно. Интересно показать ходы, которые ведут, внимание, откуда, куда? Из выигрышной позиции в? В проигрыш. В проигрыш. Давайте я их нарисую. Вот это очень важный ход. Потому что, если мы здесь находимся, сюда идем, то мы тем самым противника, да? Замечательно. Здесь, так, я из всех букв В должен нарисовать обязательно по одной стрелке. Да, в принципе, может быть, что из какой-то букв В выходят стрелки вместо букв В. Но это как раз не важно. Вот здесь, вот, да? Согласно? Так, давайте проверять. Из всех букв В у меня ведут стрелки. Отсюда, вот, отсюда нужна стрелка. Так, отсюда нужна стрелка. Так, это понятно. Все, пока. Так, отсюда ведет сделка, отсюда ведет. По-моему, есть вон и салк? Зачайки. Назадные стрелки можно вообще заметить. Это набор выиграющих ходов. Если какой-то человек идет играть, ему надо запомнить эти ходы. А если он оказывается в проигрышной позиции, ну тогда, ну да, проигрышная позиция. Как идти не так важно. Проиграли уже все равно. Проиграли. Мы все равно ничего не можем. То есть, может быть, разное количество ходов, да? Вот, если сюда пойдешь, наверное, здесь как-то игралку захутаннее. Может быть, он ошибется, наш противник. Если сюда пойдешь, ну, как-то мы примитивны. Но, с точки зрения выигрыш и проигрыш, все выигрышные поля на самом деле одинаковы. Согласны? Вот, да, это очень важно. Это очень важно. И это некоторый уровень понимания этих задач, который чрезвычайно важен для вас всех. Чтобы из любого выигрышного поля есть хотя бы один, есть хотя бы один в проигрышной. Это точно важно? Хотя бы один из выигрышного идет в проигрышной. Это означает, что это есть выиграющий ход. Мы, противник, даем ситуацию, в которой он проиграет, в которой у него нет шанса выиграть. Это одна фраза, но ее недостаточно. Еще нужна вторая фраза. Не из любого, а все, все ходы из любой проигрышной позиции, из любой проигрышной позиции, ведут куда? Ведут в выигрышную. Есть отдельное представление, хотя бы один. И есть все. Это совершенно разные вещи. Ситуация, когда, что бы я ни делал, все равно будет победа, вообще тут игры бывают. Например, есть такая игра. Возьмем 20 конфет и по очереди будем есть эти конфеты. Каждый раз разрешено съесть одну конфету. Кто съел последнюю конфету, кто съел. Это, конечно, очень любит игрокам, правда? Но, с другой стороны, очень вкусно. То есть, просто съели по 10 конфет, игра закончилась. Такие игры бывают, как ни странно, такие игры бывают даже интересные и на первый взгляд неожиданные. Может быть, слышали про такую игру «Брюссельская капуста»? Это вот что такое. На плоскости есть ростки. Вот один росток, второй. Ой, давайте я нарисую три. И игроки делают следующее. Например, какие-то два ростка. Ну, например, вот этот росток с этим. Говорят, что эти ростки объединились и дали два новых побега. То есть, давайте, количество побегов не меняется. Скажем, этот мог объединиться с этим, дать два новых побега. Например, ну, то есть, я поучу это два человека, да? Один сделал вход, другой сделает вход и так далее. Разумеется, пересекаться линии не могут. Ну, давайте я немножко поиграю. Что тут может происходить? Вот так может происходить. Согласны? Так может происходить. Надеюсь, что все верят, что я сейчас никакой политической рекламы не занимаюсь. И что это не изображение, наверное, Кремля или Белого дома. Когда-то целые два часа потратил на эту игру и подробно-подробно объяснил. Так, что здесь еще? Вот это вверх и вверх, вверх и вверх, правда? Так, что-нибудь еще есть? Середина. Середина что? Покажите, какие два рассказа еще можно соединить? Нет, больше нет. По-моему, все. Я не считал, сколько было ходов. Так вот, ребята, если посчитать, и если знать, что такое или нет характеристика, что такое форма A, то тогда можно доказать, что эта игра в любом случае закончится, там, ровно с такой-то количеством ходов. То есть, если у вас в начале данное количество этих ростков, то игра закончится, там, за столько-то ходов. Это можно посчитать, можно посмотреть на сайте, там, лекция, все замечательно. Так что, игра, которая не зависит от игроков, на самом деле может быть и не такой смешной, как игра, когда есть в 20-м лет. Бывают более хитрые случаи какие-то. Но, с другой стороны, я сейчас хочу разбирать вот то, что в центре доски. Вот эту ситуацию. Выигрышные, прорывы. Сказалось бы, мы все сделали. Когда нам надо любую такую игру, мы, безусловно, можем ее проанализировать. Расставить буквы П и В. Согласны? Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова